Долина Кижинге щедра на таланты. Отсюда основоположник бурятской литературы Хацанам Сараев, известный композитор Бауи Мпилов. Среди тех, кто прославил свою малую родину, физик Гунганимбу Дандарон. На его счету сотни изобретений. Ученые продолжают вести его научные разработки, но никому не удается их завершить. Смелый очень был ученый, потому что тема, которую он посвятил последние годы, не каждый институт бы осмелился. Получение солнечного кремния, то есть кремния, пригодного для изготовления солнечных батарей, для развития солнечной энергетики. По воспоминаниям аспирантов, они даже не ходили в библиотеку. Он им объяснял все сам. При этом был не только блестящим физиком, занимался спортом, самостоятельно выучил испанский. То, что нынче БГУ успешно функционирует и действует как многогранный, многопрофильный университет, я считаю, огромная заслуга, если не полностью Дондарон. Помимо физики, ему очень помогало в жизни и в экспериментах. Его многогранная подготовленность, спортивная одаренность. Был замечательным боксером, занимался бегом, хорошо, очень хорошо играл в баскетбол. Автором книги о Дондароне стала его супруга Намсалма Дашиевна. Они познакомились еще в школе. Вместе прожили около 50 лет. Изначально захотелось показать его жизненный путь. И я считаю, что эта книга все-таки получилась хорошая. Поучительная, яркая, много фотографий. В память о Дондароне в его родной школе решили проводить турнир по физике. Первый блин не стал комом. Турнир будет проходить ежегодно. И кто знает, может на одном из них появится новый Дондарон, который поймет, как получить из солнца кремний. Надежда Хлыстова, Александр Хомаганов. Кижингинский район. Первая альтернативная.